Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Троликс12 и сегодня мы перебираемся наконец-то к квесту Война Внутри. Я хочу записать два видео. Одно короткое для тех, кто просто хотел бы войти в курс дела и понять, что нужно делать в этом квесте. Следующее видео будет более подробное для тех, кто хочет немножко увидеть сюжет и понять, в чем смысл этого квеста. Этот квест очень важен для каждого игрока, так как после прохождения этого квеста вам будут доступны многие до этого недоступные вещи, допустим, та же самая вылазка и много-много чего другого. Но об этом в следующий раз. А сейчас давайте приступим к самому прохождению. После того, как вы активируете квест, вам будет доступно первое задание. Исследуйте резервуар на Луа. Да, еще я забыл упомянуть, что я прошел Война Внутри за Фроста, шестой ранг мастерства. Из оружия у меня был Галатин и Игнис. В первом задании мы должны захватить спектр стишин. Задание легкое, никаких, думаю, проблем у вас с ним не будет. Это обыкновенный захват. Все, что вам здесь нужно делать, это двигаться и не стоять на месте. Захватили и на выход. Второе задание, я думаю, для вас также не составит проблем. На Юпителе вам нужно будет проследить за тишином. Собственно говоря, вы должны будете выполнить такой же самый банальный захват. Ничего сложного в этом нет. Глушанули тишина, сделали захват и на выход. Третье задание. Преследуйте тишина в астероидном поле на седне. На первый взгляд оно может показаться сложноватым, но это только кажется. В этом задании наша задача проследовать за кораблем так, чтобы эти лучи, которые вы видите, не коснулись нас. Важно замечать, откуда исходит пучок света. Если с левой стороны, то вы прячетесь с правой стороны корабля тишина. Очень удобно упираться в двигателя, когда сбоку пучок света. Вот если сейчас мы видим, что он будет исходить справа, мы упираемся в левый двигатель. Прямо так толкаем его и проходим эти лучи. Соответственно, пучок сверху. Мы ныряем под дно корабля и идем под ним. Пучок света снизу. Мы ныряем наверх. Надеюсь, вы все поняли и пройдете. Сложного нет ничего. Пройдя первую полосу преград из лучей, вы можете столкнуться с такой ситуацией, что вы будете не знать, куда идти. Будете тыкаться, а вас не будет пускать. Не волнуемся, не кипишуем, а плывем на точечку, которую вы видите справа вверху. И здесь будет у нас проходик. Догоняем опять корабль и опять проходим ту же самую байду, эти лучи. В такой же самой последовательности. Главное, не спешим, не нервничаем, вас никто никуда не гонит. И попыток у вас неограниченное количество. Добравшись до контрольной точки, перед вами поставится другое задание. Выведите из строя контрольный пункт. Все как обычно. Пока идет взлом защиты, вы защищаете этот терминал. Это задание из серии мобильная оборона. Как видите, Фрост тут пришелся как раз к стати. Защитили, зачистили и можно двигаться на выход. Далее вы увидите надпись. Приземление на крепость Кувы ограничить доступ к миссиям. Продолжить. Вы нажимаете да. Это будет означать то, что вы уже не сможете прекратить игру, пока не закончите квест Война внутри. Простыми словами, если вы начнете, то его уже нужно будет обязательно добивать до конца. Забегу наперед и скажу. На все про все у меня ушло чуть больше часа моего времени. Но это вместе с тем, что я смотрел сюжет, который нельзя пропустить. Так что рассчитывайте, что час, полтора, два у вас уйдет точно. Сейчас перед вами будет стоять задача проникнуть в крепость и вы бежите на этот маячок. После вам нужно будет получить доступ к лифту. Ваша задача собрать ключи лифта и отнести их к консольке и вставить эти ключи с левой и с правой стороны. И как видите, мне здесь опять же как раз к стати пришелся оборонный фрейм. Намного облегчил мое задание. Если я не ошибаюсь, ключа три. Посередине нужно было вставлять так же. Когда вы поставили ключи, вы получаете доступ к лифту. В принципе, можно уже сказать, что в крепости никаких особых заманук не будет. Вы бежите на точку, прибегаете к этой королеве. Тут очень долго идет сам сюжет игры. Смотреть мы его не будем. Далее мы лишаемся своего фрейма и оказываемся опять на корабле. Небольшой диалог на корабле и вы переноситесь в совсем другую местность. Заснеженные равнины. Это уже начинается совершенно другая часть квеста. Здесь, в пещерах, вы опять встречаетесь тишина. И если я правильно понял, то здесь он вам дает возможность сбежать. Но сбежать вам придется по очень трудному и опасному пути. Сейчас мы перейдем к разбору этого пути. Первое, что нам встретится, это вот эта красивая люстра. Мы должны будем сбить вот эти сосульки. После того, как мы их позбивали, нам нужно в этой люстре разбить вот этот шарик, который мы видим. С первого раза у вас может не получиться. Со второго так же. Но, как видите, с третьего раза мы ее все-таки доконали. Так, что у нас далее? Далее мы идем по вот этим костяшкам. И нам надо не попасться в пасть этому монстру. И снова. В принципе, нет сложного ничего. Нам нужно идти ему в противоход, перепрыгивая на островки, которые вы видите. Некоторые из них подсвечены огоньками. Добравшись до такого островка безопасности, мы можем спокойно стоять и выжидать, когда этот монстр уйдет в сторонку. Отошел, перепрыгиваем на следующий такой островок. Опять стоим и ждем. Не спешим. Двигаемся аккуратно. Потому что, когда вы делаете ошибку и вас хавает этот монстр, вам приходится преодолевать весь этот путь сначала. Высчитали. Спокойно. Рассчитали. Вот он ушел далеко и потихоньку бежим не спеша. Но, смотрите, здесь есть такая фишка, что некоторые камни начинают проседать. Это вы поймете по тому, как будет видно, что вы уходите вниз. Но здесь в первом вроде бы нет такой подлянки. Здесь просто вы заскакуете на эти островочки. Ну и, конечно же, не боимся делать ошибки, так как жизни здесь, как я уже упоминал, неограниченное количество. Итак, первое препятствие пройдено. По мере продвижения по пещере у нас постепенно восстанавливаются способности, которые значительно облегчают нам дальнейшее прохождение. Перед большим прыжком как раз вовремя у нас восстанавливается способность рывок бездны. Наводите курсор, куда вам надо прыгнуть и нажимаете Ctrl плюс пробел. И вас переносит через большое расстояние. Далее нам снова нужно проскакать этого огромного червя. Но теперь нам уже намного легче, так как в нашем арсенале есть рывок бездны. Поэтому проходим его уже довольно-таки просто. Не забываем учитывать правый нижний угол экрана, где в кружочке синим цветом показан уровень возможности выполнения нашей способности. Насколько он заряжен. Далее у нас опять проход через червя. Здесь нужно быть поаккуратнее, потому что именно на этом проходе, как я вам и говорил, есть островки, которые постепенно уходят вниз, тем самым давая возможность этому червю вас схватить. Но теперь у вас уже открыты способности, такие как невидимость, рывок. И вам уже становится все намного проще. Вот этот камушек, который постепенно начинает уходить вниз, но вам хватает, чтобы немножко подзарядить способность. Все, прошли. Выполнение следующего задания вас может, конечно, немножко озадачить. Оно, да, действительно такое немного трудноватое, можно так сказать. Но я прошел его с первого раза. Какая последовательность действий в этой сложности? Здесь нам нужно использовать взрыв бездны, чтобы оглушить золотую пасть. Мы идем по костяшкам, издавая звук. Он слышит, что мы идем. Когда вы увидели, наметили цель, он идет на вас, вы заходите в невидимость контролом. Он вас не видит, и в этот момент вы делаете рывок бездны. Подходите к нему и быстренько нажимаете пятерочку. И вселяетесь в него. Далее, вам нужно закопаться в эти кости. Удерживаете контрол, чтобы зарыться в костяшки. И проходите здесь, в этом туннельчике, в котором так не пройти. Здесь будет множество других золотых пастей, но они вас, в принципе, не волнуют. Вам надо двигаться к этой золотистой двери. Разбиваете ее и выходите. Ну вот, по пещере, собственно, все. Вы бежите на выход. Вы оказываетесь на свободе. Стишин помог вам выбраться. И вы добираетесь теперь до точки эвакуации. И опять оказываетесь на корабле. Вроде как бы все дело сделано. Но есть одно но. Но у вас есть совесть. Вы хотите помочь с тишиной. И плюс ко всему, вы хотите вернуть свой фрейм. И вы обратно переноситесь к королеве. На этот раз уже для заключительного боя с ней. Скажу вам сразу. Опять же, здесь сложного ничего нет. Если знать последовательность действий, то вы быстро пройдете, справитесь с этой сложностью. Сначала вам предстоит сражаться со стражами кубы. Бить их довольно-таки легко. Вы выходите пятерочкой из фрейма. Заходите к кондровам в невидимость. И когда видите, что он идет на вас, делаете рывок бездны в сторону него. Проходите сквозь него. Оглушили. Быстренько жмем пятерочку. Опять переносимся в варфрейм. И рубим его мечом. Так будет намного быстрее. После того, как вы одолели стража кубы, и видите, других нету, вам нужно смотреть на косы королевы. Они будут подсвечиваться вот таким вот красненьким огоньком, когда по ним можно стрелять. Когда выстрелы не приносят никакого результата, значит сейчас на вас будут нападать страж кубы. Из невидимости. Оглушаем его рывком бездны. Быстренько в варфрейм. И дорубуем его. И еще раз. Оглушили. Пятерочкой опять в варфрейм. И рубаем его. И в такой последовательности доходим до уничтожения последней косы. После этого нам предстоит опять сразиться с многострадальным стишином. Что опять же не составит никакого труда. Теперь мы должны отобрать у королевы посох с кубой. Это делается тоже довольно таки просто. Рывком бездны пролетаете сквозь нее и выхватываете этот посох. В принципе собственно говоря, на этом квест война внутри закончен. Остались только такие мелкие нюансы, которые вы без проблем сможете уже выполнить. На всякий случай я оставляю видео на ускоренной до конца. Если может в дальнейшем у квота возникнут вопросы, что делать дальше, можно будет приблизительно это увидеть. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Троликс12. Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok